Старый дом в Буйнакске на Гоголево стал предметом спора между его жильцами и администрацией города. В 2006 году специальная комиссия признала его аварийным и непригодным для проживания. Администрация подготовила документы на включение здания федерального программы переселения из ветхого жилья. Когда уже все было готово и оставалось только переехать, против этого выступили некоторые жильцы многоэтажки. Почему? Разбиралась Сакинат Малаева. Я думаю, наша квартира намного прочнее лично моя будет, чем вот нынешняя девятиэтажка даже. Мы в тот доме не пойдем. Однозначно. Когда все начиналось, вспоминают жильцы, взамен старых обещали благоустроенные квартиры. Но пришло время, обещания все забыли. Более того, в администрации не хотят признавать правовой статус подписанного договора. В мае прошлого года показали людям, где на самом деле их собираются расселить. Это были каркасы голые, без всяких удобств, без всяких коммуникаций, без всего. Ремонт жильцам предлагают сделать самим. Но деньги выделили. На каждый квадратный метр по две тысячи рублей. Но на эти средства невозможно сдать под ключ квартиру и установить все коммуникации, говорят жильцы. Придется тратиться дополнительно, из собственного кармана. В поисках справедливости переселенцы обращались в разные инстанции. С министерства ЖКХ отреагировали. Они приехали, сразу провели полностью проверку всего. Облазили все от подвала и до крыши. Вот, они дали акт нам в руки, постановление о том, что дом не подлежит заселению до момента устранения всех нарушений. По 21 пункту есть нарушение. В конце так и написано, что дом представляет собой угрозу жизни и здоровья людей. На основании этого акта жильцы Гоголева, 54, обратились и в прокуратуру. По решению суда в сентябре прошлого года администрацию обязали предоставить всем переселенцам благоустроенное жилье. Однако до сих пор решение суда не исполнено. Благоустраивать новое жилье никто не собирается. И в старом доме отключили все коммуникации. По сраному стечению обстоятельств, рассказывают жильцы, в одной из квартир даже возник пожар. Когда я приехала сюда во время пожара, мне сказали, что был поджог. В администрации своя правда. Говорят, когда начинали переселять людей из ветхого жилья, всех все устраивало. Теперь дороги назад нет. Слишком много потрачено средств. В муниципалитете нашли альтернативу. Компенсация за неблагоустроенные квартиры. Кроме денег, еще и надбавка квадратуры. То есть есть квартиры, которые, жильцы, которые имели собственность 34 квадратных метра, а получили 63. Однако такая перспектива ждет далеко не всех. К примеру, большая семья Хазисовых, детей 11 человек, вынуждена переехать в другой ветхий дом. Многодетная мать здесь проживала с разрешения администрации временно, без документов. Дочь репрессированных, в свое время родителей, а затем и реабилитированных, возмущена несправедливым к ней отношениям. Которые они должны были до 2005 года, кто стоял в очереди. И я как репрессированных родителей, как реабилитированные мои, должна была получить мне очереди. Тогда если они мне это не дают, мне жилье, тогда пускай моих родителей, которые здесь через суд, были у меня двухэтажные дома в центре города, а торовец, синокозная площадка, пускай мне вернут. Противостояние между жильцами и администрацией длится несколько лет. За это время решения таких серьезных ведомств, как министерство ЖКХ и прокуратура, были, судя по предоставленным документам, просто игнорированы. Остается ждать дальнейшего развития событий. И скорее всего, как и сейчас, не в пользу жильцов на Гоголева 54. Сагнат Малаева, Мурат Касумов. Время новостей. Буйнакск.